здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем учить пирке а вот наш экспресс-курс короткий но невероятно важные правила которые нам оставили великие мудрецы прошлых поколений и так восьмая мишна говорит нам у нас сегодня седьмая мишна не тайгар бейли омер говорит нам не тайгар бейли если так получилось что в твой дом переехал злой сосед грешник злодей все самые плохие качества все самые большие злодеяния он делает убегай продай квартиру переезжай нельзя жить в обществе злого соседа это очень важно с кем гуляют наши дети с кем общаются наши жены мы должны понимать где мы живем и стараться отдаляться от плохих соседей вальтит хабер лираша не смей заводить дружбу с грешниками не надо отдаляйся от этих людей потому что говорит рамбам мы все зависимы от мнения окружающих если меня сейчас поставить в общество грешников постепенно шаг за шагом я начну прислушиваться к их мнению а затем уважать это мнение а потом не дай бог возможно и дело то что они делают нельзя оказываться в обществе грешников в аль тит я ешь меня поранут говорит нам мишна если ты видишь злодея и грешника и грешника у которого все хорошо у него дом и машина карьера деньги положение в обществе здоровье и долголетие говорит нам мишна знай что наказание всегда придет как бы красиво не было картинка у злых людей всегда придет расплата в этом мире и в будущем мире всегда 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 есть суд есть великий судья и даже сейчас год два три ты видишь у него все хорошо а ее ее и не нужно ему завидовать всегда придет наказание восьмая мишна иуда бен табаев и шимон бен шетах эти великие мудрецы учил приняли тору киблю мэм они приняли тору у предыдущих наших преподавателей и учителей иуда бен табаев говорит аль таз мы от смеха каурхе а дайоне когда приходят к тебе люди судиться не нужно помогать им с терминологией не нужно помогать им правильно делать какие-то заявления в суде пускай говорят естественно чтобы а картина которую ты можешь понять что была искренность и ты мог понять если ты судья кто прав кто виноват у кши убали динимом димля фанеха и юбэй нехо корешо им у кши не вторым миль фанеха юбэй нехо казако им кшикебелем это дин когда судья встречает людей он должен их считать то есть нельзя говорить ой ты мой друг а вот этот праведнее чем тот они все должны быть одинаковыми в твоих глазах даже грешниками они пришли к тебе на суд ты судья присматривайся суди правильно потому что всевышний требует правильный суд и нельзя говорить а вот этот лучше этот хуже этот мне нравится этот мне не нравится судья должен быть максимально объективен это очень очень важно мы с вами учили впервые вот что на суде стоит мир на правосудии это очень важно а когда они уже приняли на себя твое решение суда ты должен к ним относиться как абсолютным праведником до суда они думали что кто-то из них прав кто-то виноват сейчас для них все очевидно все раскаялись все вернут свой ущерб и это должен с ними прощаться как с кошерными людьми как эта мечта касается нас людей которые мы в принципе не судим и никого не судим здесь есть такой вот элемент что не помогаем говорить правильную терминологию пускай говорят искренне это касается каждого из нас искренность в отношениях с друзьями семьей со всевышним будь настоящим вот что говорит наша мишна урок для каждого из нас а кто из нас является судьей должен это учить еще лучше потому что судья должен быть настоящим девятая мишна шимон беншетах омэр хаби марбеллах коры тэйдим ва визаир бидвареха шэма митухам и мидули шакер когда приходят свидетели то рассказала вере двум свидетелям нужно очень четко анализировать их слова нельзя им подсказывать чтобы они не соврали то есть здесь вот мишна опять подчеркивает важность правосудия свидетели думайте что вы говорите анализируйте каждое слово от вас зависит жизнь других людей правосудие 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 спасибо огромное за внимание будем с вами продолжать учить пиркаевод